В долгие годы я имел честь быть модератором конференций, международных конференций «Россия и тюрко-мусульманский мир», которые проходят на базе российских федеральных университетов. И очень многие проблемы, которые поднимаются на постсоветском пространстве, в действительности известны или очень узкому кругу специалистов и экспертов, или же не поднимаются из-за политкорректности, или так называемых на английском языке sensitive points, чувствительных мест этих проблем. Но они есть, и о них нужно говорить, и нужно говорить открыто, может, иногда и трепетно. В действительности российско-турецкие отношения на протяжении не только десятилетий, но и столетий имеют характер приливов и отливов. И от этого никуда не уйти. Это реалии, которые нужно учитывать, относиться к этому очень осторожно, и синхронизировать нашу внешнюю политику, нашу внешнеполитическую повестку с нашим главным стратегическим партнером. И если мы будем иметь вот именно это видение, то мы можем избежать многих и многих ошибок, которые присущи, к сожалению, и нашим властям, и нашей оппозиции. Хотелось бы сказать, что, конечно же, у нас есть оппоненты. И, естественно, наши оппоненты имеют огромные средства. Но мы традиционно акцентируем на этом. Деньгами нам никогда не выиграть. Денег у них всегда будет больше. Вот это важная реальность, которую надо понимать. У нас есть... Что мы можем этому противопоставить? Реально, а только нестандартные решения, нестандартные алгоритмы. Вот это то, чего нам не хватает. Использовать то малейшее, что есть в нашем багаже. А у нас ведь есть немало. В действительности, наши народы, народы евразийские, и это не только Армению и Россию, это и Казахстан, и Беларусь, и народы Северной Евразии, связывают такие многовековые традиции дружбы, плодотворного, прагматического, позитивного сотрудничества, аналогии которых нужно еще поискать и очень трудно найти в истории Западной Европы. Вот мы в прошлом году все передовое человечество, в том числе и в Армении, наша армянская интеллигенция, мы праздновали юбилей великого казахского поэта-просветителя Абая Кунамбаева. Он олицетворяет собой вот именно культурно-цивилизационную связь наших народов, глубокое понимание того, как можно решать наиострейшие проблемы, не сходить от этого в открытом, честном диалоге и любя, любя своих партнеров. Вот для меня огромное счастье, весь прошлый год я провел, переводя «Харасиусдер», значит, слова назидания великого Абая, которые были переведены практически на многие языки мира, три существуют перевода на русский язык, на армянский язык мы перевели впервые, и самые острые проблемы вот межнационального общения Абай раскрывает именно любя, вот любя носителей других культур, других языков, людей разных национальностей и вероисповеданий. Вот эта именно толерантность, которая как бы присуща любому востоковеду, к сожалению, не всегда присутствует в нашем общественно-политическом дискурсе, где часто соревнуются не ресурсы, не идеи, а мечты. Мечты как бы соревнуются, абсолютно беспочвенные мечты, которые не ведут нас никуда. И отводят нас от наших богоданных братьев. Спасибо.